Губернатор Тверской области Игорь Рудения, заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетили строительную площадку нового комплекса Тверского Суворовского военного училища. Они осмотрели территорию возводимого объекта, учебные классы, актовый зал и другие помещения. Тему продолжит наш корреспондент Мария Шалованова. Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского Суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускники училища, в том числе заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, заместитель министра обороны России Тимур Иванов, а также губернатор Тверской области Игорь Рудения, который подчеркнул, что наше училище имеет давнюю и славную историю, а многие его выпускники стали гордостью российской армии. Тверское училище исторически является одним из самых первых старых училищ. Оно было открыто 1 декабря 1943 года. Более 70 генералов – это выпускники нашего Тверского Калининского Суворовского училища. Строительство ведется специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком. Полностью современный, по тому стандарту, который утвержден в вооруженных силах. Также осмотрели ход строительства спальных корпусов, также типовая отделка, кубрик на 4 человека. Мы полностью удовлетворены. Я считаю, что нет ни одного сомнения и полностью уверен, что 1 сентября все Суворовское училище несомненно переедет сюда на новые фонды. В настоящее время завершены работы по устройству фундамента. Стен главного здания, монолитного каркаса и кровли. Внутренних перегородок учебно-административного корпуса. Ведутся работы по устройству фасада и прокладки инженерных сетей внутри здания. Сегодня Минобороны внесло новый вклад, в том числе и в строительные отрасли. Потому что мы видим очень высокие стандарты, по которым и проходит стройка, организуется производство. Материалы, которые здесь используются, являются самыми современными. Поэтому многие, в том числе и гражданские строители, могут многому чему поучиться у строителей Тверского Суворовского училища. Первый этап работ на объекте планируется завершить до конца лета. Уже сейчас готово порядка 70% от общего объема работ. Это хорошие показатели, с учетом того, что возведение объекта ведется круглосуточно, силами 50 единиц техники и сотни строителей.